Моника с Эдиком поссорились из-за Соловьева. Моника ругается, что Эдик смотрит Соловьева, а он ей хочет доказать, что он его ненавидит. Хотел убежать! Семья конфликт! Семья конфликт! А у Лёвушки сегодня и у Неллечки сегодня первый день в школе-в-школе, как Нелли это называет. У неё школа дома и школа-школа. Школа-школа это значит прям в школу. У Лёвы, кто не знал, в школе есть форма. Нужно обязательно шорты или штаны такого бежевого цвета и однотонную футболку или кофту такого зелёного цвета или тёмно-синего. Без всяких лейбов есть только название школы. Вот у него с названием школа. А ещё... Школу, конечно, с масками надо, я им там вырезала один слой. Мы вчера с Нелли делали дай-дай. Сегодня нужно это постирать всё. В общем, нужно я уши. И вообще, мы сегодня такие, блин, клуши. Мы забыли с Нелли маску. Ну, там в автобусе ей выдали. Так, что ещё? А, Лев, дай я покажу приложение. Это его школа красненькая, а это место, где его должен... Должна забрать школу. Место стоянки автобуса. Это рядом с соседним домом. Такое приложение очень удобно. Нет, это просто увеличилось сильно. Уменьшило. Помните, как-то я в сторис выкладывала большое авокадо, которое я купила? 700 грамм я его взвешивала. Такое авокадище огромное. Он, кстати, был невкусный, но у него я разрезала, а там была пророщенная косточка. Она уже и росток был, и много корней было. Я её разрезала напополам, не знаю, случайно. В общем, я посадила половину этой косточки. Вон, что у меня выросла. Красивый авокадо. Видимо, автобус опаздывает. Мы это случайно выяснили по карте, что нас перенесли остановку. Раньше у нас была вот около этого дома, а теперь около того дома. В общем, Лёва пошёл, да. Чао, бомбино! Наконец-то, Лёву забрали. Не вижу Лёву, но он где-то там. Стой, стой, стой. А, всё-таки он здесь останавливается, а Лёва пошёл туда. Ну окей, будем знать. Он вот так вот выходит, садится в метре от забора, чтобы наверняка их не достали. А потом всё кончается тем, что её хозяева их психанут, они выходят и ругаются на них, и загоняют их домой. У меня по кайфу он сидит, смотрит на них, проходит туда-сюда. Да-да-да. Чего-то за забором держат вас костраты. Я подумала, что я не пользовалась никогда подругой-фотографом в своих корыстных целях. Нелли, Нелли! Да, ручку, живот втяни. И улыбаться ещё надо. Так, ну ещё раз привет. Итак, мы приехали к Полине на выходные. С Нелечкой. Мы завтра уедем. Ну завтра уедем, да. Не, на двойня. Замки на двойня. Можно подруга, соседка приезжать в понедельник, но понедельник уже учёба, так что уедем завтра. Вообще всё хорошо, мне понравилось. Я как-то думала, здесь будет такая квартирка поменьше. Причём казалось, нет. А наоборот, она ещё больше, чем мы снимали апартменты. Хотя здесь нет столовой. Короче, мы едем сейчас. Кабл поехал к себе за стульями, за пляжными лежаками. Что? Ничего. И мы едем на пляж. И я не была ни разу на пляжах Северной Каролины. Как так получилось? Да не была ты ни разу. Мы были в Вирджинии на пляже. Мертл Бич – это Саус Каролина. Донгер. Нельзя так с матерью разговаривать. Донгер. Нельзя. Донгер. Да. Полин просто постельное бельё стирает. Поэтому такая. Ааа, моя футболка! Она украла твою футболку? Да, нужно собрать. Да, красота! Это моя футболка! Моя футболка, согласитесь. Девочки мои. Итак, да, мы собираемся на пляж. Сегодня вот такая вот не сильно жарко. Жарко, конечно, здесь не бывает не жарко. В августе, сентябре, октябре. Но сегодня чуть-чуть пасмурно. Да, кстати, территория. Чуть-чуть территория. Но там дворик. Мне понравился дворик. Хороший дворик. Окна у Полины на двор выходят. Тап-тап-тап-стап! Ой, я, конечно, так встала. Нужно перепарковаться. За это здесь могут... И, ага! О-о-о, коробка. Заехали за покушу, что поедем? На пляж. Мы приехали. Долго кружились, парковались. Но милая девушка нам сказала, что я сейчас буду выезжать. Приезжайте со мной! Нелли готовится к веселью. Раздевалочки тут есть. Вообще бесплатный паблик. Пляж такой. Должно быть здесь красивый, говорят. Сейчас приезжают. Ой, здесь даже грилы есть, столики есть. Найс, найс. Душики есть. Душики. Ну, сегодня суббота. Зелёный флаг. Типа всё хорошо, а жёлтый так себе. И прекрасно флаги купаться нельзя. Ну, я так это понимаю. Мы проезжали, там такое место классное было. Там камни и деревья, деревья. А здесь снова нашли каши. Мы доски забыли. Здесь доски не так весело купаться. Мать, ты можешь там пить? Да, конечно уж мочи, чего уж там уж. К нам подошла женщина и сказала, что там дети нашли черепашечные яйца. А, вот, наверное. Но они уже все убежали. Или их съели птицы? Слушайте, точно. Они бы, наверное... Да, мне кажется, их съели птицы. Полин, смотри, там же, наверное, этот самый скорлупа бы осталась внутри, если бы они вылезли все. А это птицы их сожрали. Вместо того, чтобы ходить по городу гулять, решилась ходить и закупить немного бедного студента, потому что у нее второй день живот болит. Она ничем не питает. Тело цены показывает, забыла. Это марка Волмарта. Ну, такая она дешевая и неплохое качество. Я здесь пользуюсь кукурузным маслом. Ну, такое для общего. Ну, у меня всегда есть и оливковое масло. Ты что взяла, Полин? В кашу добавляй с утра. Ага, или на молочке с ночи утром. Да, ну, короче, питайся получше. Пошли за туалетной бумагой. Ты воды взяла? Воды взяла, да? Да. Дефицит со всякими этими туалетными бумагами кончился. Возьми вот такую вот тебе. Куда поставить, думаешь? Ну, я буду заять. Бери тогда, бери. Что, так много? Ну, бери. Ну, да, а то... Че, второе слое. Ой, не льсти себе, ты засранка. Че, друзья всякие ходят, засранцы. А то, засранец. Че, нам еще пилочку для ногтей надо было в косметику и сковородку. С крышкой. А то папа там выдал ребенку сожженную сковородкой, я там яичницу спалила. Кого она так бегает? О май гад, о май гад. Пошли мы в магазин за салатами. Мы были такие голодные. Кафетерий, который у них работает, уже закрыли. И, в общем, с салатов мы скатились до этого, этого и этого. По-студенчески, да. Мы решили, что тогда будет ужин по-студенчески. И, кстати, очень вкусно. Короче, собрались мы спать. Помылись. Зубки почистили. Я не мылась, я прямо утром мылась. Ты мылась два часа назад, после океана. Зубы только почисти. А Фалина лыжи мылит. Она вот это взяла. Короче, они пупами связались с кабулом. Они я, она и... О, мама, это ты? Нет, это не я. Это веревки какие-то. Мама, это ты? Малин, ты рада, что мы приехали? Да. Если бы я не то, чтобы приехали, я бы не говорила, что мой отец идет приехал. Если бы сейчас был мой отец, то он бы сказал, смех без причины, признак дурачины. Но у нас есть причина. У меня всегда была причина, когда он мне так говорил. Мне так обидно было. Да, Нелечка? Смейся, деточка. Так, спасибо этому дому. Доченька, приглашай нас еще. Нам понравилось у тебя. Ну, вроде как бы все. Мы собрали. Зарядку я свою взяла. Телефон взяли. Тебе ничего лишнего не притащила, чтобы не валялась? Домой утащить? Тоже девочка не видела. Расческу. Кофе мою налила, да? Так. Надо не забыть визит, заразить штуку забыть ее. А, да. А Нелли у нас... А, Нелли позавтракала. Ничего я не буду ей брать. Нелли, ты готова? Нет. Дело в чате переписывала. Сонную Полину фотографировала, отправляла в общий чат. Что они писали? Кто успел скрин, выясняли. Кто успел заскринить? Я тут же удалила. Ну, кто-то успел. Девушка-соседка поставила в общей комнате вот такую вот фотографию своего бойфренда. Кто казач? Неужели это лучшая фотография ее бойфренда? Не знаю, но я за что ее такая... Ну, это может, его забитый диван? Может, он здесь живет? Квартиран, блин. Ладно. Хороший у тебя дом, Полина. Провожай нас. Такой коврик классный у вас. Он такой высокий. Как ступенька, да? Для записочек. Едем домой. Уже подъезжаем почти. Осталось в часика. Сегодня воскресенье. Какое там, какое там, какой-то 23-е, наверное. Число августа. А не смотрю, а слушаю эфир дождя. С новостями из Беларуси. Как вот просидеть 26 лет у власти? И как человек, конечно, уже по-другому мыслит. Он уже не такой, как мы, как все, как люди. Посмешище, посмешище. Но себя он считает каким-то, я не знаю, блин. Команда с автоматом прилетел. На площади независимости в Беларуси, в Минске, собрались, ну, кто говорит, 200, даже говорят, 300 тысяч человек, свободных, гордых белорусов. Которые отстаивают свое право, свой голос. И этот ушлепок прилетает на вертолете, полон охраны, в пустой президентский дворец. Ребята, это как какой-то в банановой республике. А это Беларусь. Светское, красивое, гордое государство. Что он творит? Неужели не осталось ничуть гордости уйти? Ну, добром-то это же не кончится. Даже если белорусы устанут, а они не устанут. Его никто не признает в мире. Для кого он будет президентом? Для президента Казахстана? Для президента Путина? Путина таких же легитимных, как он. Выходит из вертолета в бронежилете с АК-47. Со своим Коленькой. Коленька в бронежилете и в каске. Ну. Он так сыну пока пытается показать, каким он будет президентом. Вообще уже потерял страх, совесть, гордость. Ну и Беларусь, конечно же, в первую очередь. Ну, в общем, я надеюсь, что его дни сочтены. Ну, как президента. В следующее воскресенье, 10-го числа в Шарлотте, митинг в поддержку белорусов, Беларуси. И мы пойдем тоже, купим красивые белые платья. Подвяжемся красными поясами. И пойдем. И поддержим. Мы скоро будем дома.